Добрая традиция под названием «Река-лаба-река дружбы», основа которой заложена в Махошевском районе, продолжается, объединяя все больше людей, знакомя их через проведение культурно-массовых мероприятий в неформальной дружеской атмосфере. 15 сентября в парковой зоне Эола Кашихабль был второй этап проекта в виде футбольного турнира. На мероприятии присутствовали первый заместитель главы района Руслан Ямыков, управляющий делами администрации района Рустам Хасанов, члены Кашихабльского районного отделения общественного движения АДГХС «Черкесский парламент», районного совета старейшим, представители духовенства, учащиеся школы. Я посвящен программе «Река-лаба-река дружбы», которая охватывает по соглашению пять районов. Куранинский район, Лобинский район, Мостовский район и Республика Адыгея, Шаверновский район и Кашихабльский район. Это по проекту мы проводим сегодня второе мероприятие. Был организован конный переход по местам боев партизанских отрядов, пяти отрядов в Макошевском лесу. В столице Макошевска был сбор участников, где мы провели возложение у памятника погибшим воинам, а также посвященную Абельницку уничтоженную поселку Мехизеевка возле Макошевска. В конном переходе участвовали представители всех пяти районов, в котором мы обратили особое внимание на военно-патриотическое воспитание и знание своей истории и говорили о подвигах наших воинов, членов партизанского отряда в борьбе против фашистско-немецких захватчиков. И сегодня у нас второе мероприятие. Будет проводиться футбольный турнир с участием команд пяти районов. И наша цель сегодня состоит не только в футбольных играх, а состоит в том, чтобы расширить круг знакомства молодежи, улучшить взаимоотношения с жителями соседних районов. Далее слово предоставили первому заместителю главы района Руслану Ямыкову. От имени главы Кашкабрского района Хамирзова Заура Скорбеевича приветствую всех участников сегодняшнего мероприятия. И приветствуя участников, хочу, чтобы каждый из нас, каждый из здесь присутствующих, каждый из жителей нашего района, нашей республики, соседних районов проникся смыслом этого мероприятия. Мы все прекрасно понимаем, что именно сейчас нам, нашей стране, нашему будущему нужна наша солидарность, нужно наше единство, нужна наша дружба. Знаю и хочу донести до вас, что за вами будущее, будущее нашей страны, будущее нашей республики, будущее нашего района. И как сказала Минхотелье, смысл состоит не в том, чтобы просто собраться, поговорить, поиграть в футбол. Но смысл состоит в том, чтобы познакомиться, подружиться и вместе идти вперед по одной дороге. Идти вперед в будущее, которое вы должны строить под руководством наших старших, используя их ум, их мудрость. Хочу поблагодарить их за то, что они сегодня сами присутствуют на нашем мероприятии. Не только районы, но и поколения должны идти одной дорогой. Должны строить светлое будущее. Это будущее всей нашей страны. И мы участники этого будущего. Я желаю всем, сегодня второе мероприятие проводится в рамках этой акции, чтобы эти мероприятия принесли огромную пользу нам, району, республике, стране. Желаю успехов, желаю здоровья, желаю счастья. Как я уже сказал, идем вперед, идем одной дорогой, идем все вместе. Апогеем дружеской встречи стал турнир, который прошел на базе второй школы. В соревнованиях приняли участие представители пяти районов – Курганинского, Лобинского, Мостовского, Шевгиновского и Кашхабльского. По результатам турнира уверенную победу одержала команда Курганинского района, которая была удостоена денежной премии в размере 10 тысяч рублей и тематическими призами с символикой мероприятия. Второе место заняла команда Кашхабльского района. Она была удостоена денежной премии в размере 7 тысяч рублей, а также тематическими призами. Третье место заняла команда Шевгиновского района. Она также была удостоена денежной премии в размере 5 тысяч рублей, а также с тематическими призами. Команды Мостовского и Лобинского района были поощрены за участие денежными премиями. Мы предоставляем вашему вниманию фрагмент финального матча. Команды Мостовского района. Команды Мостовского района.